Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне уже за 30, но серьезных отношений с мужчинами не было. В плане интима можно рассказать тоже. Значит, страх сближения здесь, во-первых. То есть, то есть, проблематика, так скажем, личных границ, вероятнее всего, 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 присутствует, да, то есть, вот, как-то вот, точка, где я, где ты, вот это вот расплывчатая. А серьезные отношения, ну, вот вы говорите, серьезных отношений именно прямо не было, да. Вот тоже такой довольно интересный момент, что есть серьезные отношения, да, ну, вот просто, что это такое. И, ну, собственно, как вы вообще можете понять, да, что отношения серьезные. Опять же, романтика и влюбленность, ну, прямого отношения к серьезности, там, взаимодействия, да, не имеет, не имеет в этом смысле. Поэтому можно предположить, что если вы хотите серьезных отношений, то здесь некая такая, имеет место быть требовательность, некие такие ожидания, скорее всего, присутствуют. И в рамках этих ожиданий, ну, вероятно, чувствуется некая ваша, может быть, может быть, требовательность, может быть, родительская такая позиция, вот, которая, ну, вам не осознается никак. Вот, 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 но, тем не менее, она есть. Контроль. То есть, вот, опять же, серьезные отношения, это про контроль. Это про безопасность, это про какое-то подтверждение собственной значимости, ну, своей значимости, вот. Тут вот тоже нужно, ну, само собой, это исследовать, да, то есть, тут нужно это смотреть, да, вот, что для вас, ну, какое значение для вас имеет, вот, то, что отношение к серьезному. Вот, а что касается интима, ну, тут запреты, могут действовать запреты, могут быть страхи сближения, опять же, может быть негативный опыт интимных отношений у вас. Ну, ну, не личный, да, ну, вот, как-то вот сложился ощущение, да, что интимные отношения, это что-то вот такое, не очень, не очень хорошее. Вот. И проблемы с самооценкой, да, то есть, я вот как-то недостоин. Опять же, серьезную роль играет воспринятие интима, то есть, как бы, какое значение в этом придается. Потому что, если вы интимные отношения не воспринимаете, например, как способ, ну, как способ, допустим, выражения просто любви, да, к человеку, или, например, как способ получения удовольствия, вот, а выражаете как что-то другое, то это, в принципе, чувствуется. А, как только завязывали соотношения, мужчины настойчиво начинали намекать на интим, чуть ли не с первого свидания, впечативая. Ну, тут, вот это напрямую зависит от того, как вы себя позиционируете, да. Во-первых, во-первых, тут надо сказать, наверное, что первое свидание – это не отношения. Это первое, что нужно, ну, что нужно озвучить. Вот, все-таки, все-таки, первое свидание – это, ну, это не отношения, если я правильно вас понял, вот, по крайней мере, не романтические отношения, вот. А, да, в них, вот, в этом, на первом свидании может быть романтика, но, как бы, отношений еще нет, напротив, на мой взгляд, жесть всего там очень, такая довольно формализованная, как бы, атмосфера. Вот, но, то, что, как мужчины себя ведут, да, вот, прямо зависит от того, как вы себя позиционируете, ну, то есть, вот, в качестве, в качестве кого. Дальше, мне хочется ощутить романтику, чувство влюбленности, а вот, понимаете, как? А, с одной стороны, вроде бы, понятно, вам хочется почувствовать, ну, почувствовать, любовь, есть потребность любви. С другой стороны, с точки зрения психологии, психология, ситуация такова, что, если вы хотите любви, то вы подавляете проявление этой любви по отношению к кому-то. Вы говорите, вам хочется почувствовать романтику, чувство влюбленности, свое, или кого-то в вас, потому что, если свое, свою влюбленность, то, извините, а как, как вы на свидание оказались? Ну, без симпатии к человеку. Это первое. Второе, то, что интимные отношения могут быть не связаны с романтикой и с любленностью. Вы здесь это связываете, но связь со прямой нет. Или есть, или есть для вас. Ну, то есть, вы так считаете? Вы считаете, что она должна быть? Тут надо определиться. А если вам хочется почувствовать влюбленность и романтику, то это про любовь. Вы хотите любви, и вы хотите, вероятно, чувство значимости. Но еще, еще, если мы говорим про вас и про ваши чувства, то можно сказать, что, по крайней мере, мое такое предположение, что вы можете быть здесь склонны к слиянию, то есть к растворению друг в другом человеке. Если вам именно хочется почувствовать влюбленность в кого-то. Вот. Но, тем не менее, из этой строчки можно сделать вывод, что для вас важнее, чтобы были влюблены в вас люди, чем вы. Вот. То есть, это вот подтверждение вашей ценности, сомнения в ней. Было, конечно, когда я влюблялась чуть ли не с первого взгляда, но тех мужчин в плане интима я не интересовала вообще. Я думаю, что влюбившись вы ведете себя как ребенок. Я так полагаю. Я полагаю, что поэтому мужчин вы не интересовали. Это первое. Во второе, я думаю, что вы влюбляетесь как раз таки в безопасных мужчин, с которыми у вас ничего не может быть. Вот. Это страх сближения, это страх сближения, опять же. А страх сближения это всегда просто на оценку простая. Про стыд. Вот. Ну а стыд, в свою очередь, это про подабленную злость на кого-то. Как они мне говорили, ты не мой типаж. Ну да, вот видите, то есть как безопасный мужчин. Я весьма симпатичная девушка. Так, ну я вам верю, но тут это значение не играет. Роли не играет, точнее. Так, были случаи, когда симпатичный мужчина меня не торопил, при этом у нас два взаимодействия, но вскоре я сона остывал и воспринимал человека как брата, если складывались хорошие отношения. Но чаще мужчины начинали психовать, упрекать меня в чем-то и беспочвенно обижаться. Ну, если мужчины начинают себя так с вами вести, то, вероятно, они озеркаливают вам то, что вы управляете в себе. Да? То есть, вы пишете, мужчины не торопятся с ним, у нас взаимодействие, но вскоре я остываю. То есть, именно когда отношения складываются так, что они могут быть серьезными, вы остываете. Остывание – это что? Это, как раз таки, защита. Защита от серьезности отношений. А дальше, ну, вы можете это пытаться скрыть, да? Дело в том, что, ну, когда люди остывают, да, то такой близости не хочется, а в случае, если она продолжается, то возникает раздражение. Это может возникать у вас. Вы это подавляете, а мужчина это чувствует и озеркаливает вам. Вот. Ну, если касается того, что вы говорите, что мужчина беспочвенно обижается, это, конечно, родительская позиция очень у вас. И я думаю, что здесь могут быть большие проблемы с коммуникацией у вас и мужчин. В результате общения сходило на нет, мы расставались. Мне очень интересно, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчинами. Вот мне прям очень интересно, что общего между вами и вашим мужчиной. Так, здесь есть сильная взаимная симпатия и увлечение, но мужчина вот уже давно и не нет, и достаточно опытный в этом плане. Мне решается пойти на этот шаг, говоря, что боится взрослый больно. Он чувствует, что вы даете этому какое-то большое значение. Вот. То есть вы скованы. Он чувствует вашу скованность, чувствует вашу зажатость, определенную естественность и, соответственно, вот говорит про боль. Вот. Ну, очевидно, что в метафорическом смысле боль ему, больно вам, ему хочется сделать, потому что тут имеет место быть некая агрессия, некая агрессивность по отношению к вам. Вот. Вот. Потому что, когда человек скован, он мотивирует партнера, ну, так же себя сковывать немножко. Подстраивать, да. И это рождает вот такую вот историю. Стало больше отдаляться, объясняться. Да, обиды – это пассивная агрессия. Обиды – это пассивная агрессия. То есть, когда я вот агрессию, да, не выражаю прямо. Вот. Говорят, что я прикидываю, что я к нему равнодушен, у меня к нему только американский интерес. Ну, это рационализация в данном случае. То есть, это… Мужчина, может быть, даже не осознает того, что происходит. Ну, и вот пытается… Ему некомфортно контакты с вами. И вот, вот, придумывает какие-то объяснения. Вот. При каждом новом близком знакомстве мужчина думает, что у меня установка секс только после брака. Хотя это не так. Я думаю, что это форма. Секс после брака. Это форма. Только. Я думаю, что вы сами стыдитесь, вот, с одной стороны, отсутствию опыта у вас. А с другой стороны, вы ходите в безопасности, вы не очень доверяете себе. Вот. Вследствие чего, ведете себя как родитель. Да, вы занимаете такую вот достаточно строгую, получается, позицию. Вот. Из-за чего вы, ну, чувствуетесь как скованно. В итоге, так, отсутствия опыта мешает строить полноценные отношения. Можно подсказать, как быть, как быть. Ну, в принципе, я думаю, что тут необходимо больше информации о вас, в первую очередь. Вот. Второе. Собственно, фундамент отношений с мужчинами. Его надо рассмотреть. Какой он. Как вы видите мужчину изначально, да? И так далее. Дальше. На мой взгляд, выискованы и не чуждого чувствам стыда. Вот. С этими вещами нужно работать. Откуда-то идет акцент на отсутствии опыта в интимном плане. То есть, вот, как, ну, увеличенная значимость этого. Интимные отношения, так же, как и любые другие, занимают свое место. Ну, в жизни человека. Они у вас как будто бы занимают немного больше места. И, очевидно, что это для чего-то нужно. То есть, какие-то свои, вот, потребности, какие-то свои конфликты, противоречия, да? Вы решаете, вот, за счет них. Ну, увидеть, посмотреть, что именно. И немножечко так рассредоточить те мотивы, которые у вас сейчас расположены в сфере интимных отношений. Всего самого доброго. Если говорить о том, как быть, то лучше всего пойти на психотерапию. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.